Космонавтики С момента запуска первого спутника Вообще, человечество интересуется полетом в космос И еще с более ранних времен Здесь нужно сразу, наверное, вспомнить человека Который сильно повлиял на молодежь, прежде всего Повлиял на молодежь в каком плане? В плане, ну, в таком философском плане Я его отношу к великим писателям Джульвер С земли на луну Полагалось, что это как с помощью, ну, чуть ли не пушки Отправиться на луну И вот это некий роман Который пользовался большим успехом Может быть, в России даже большим успехом, чем во Франции То есть, буквально, все молодые люди читали Роман, что вот интерес к межпланетному полету Пробудил в значительной мере Жульвер И тоже всемирно известный человек в России Константин Циолковский Но он известен прежде всего как философ космических полетов Ну и здесь, конечно, он был больше теоретик Потому что это специальное занятие Все-таки разработка ракет или космических аппаратов Для этого нужно специальное образование У него такого образования не было Но был другой человек, которого Сейчас, наверное, мало кто помнит Это Фридрих Цандер Фридрих Цандер, ну, на самом деле, это русский инженер Он из Риги И он вот пионер космонавтики То есть, его разработки в 20-х годах Которые были описаны, опубликованы Туда, где-то там, в начале 20-х годов Цандер, вот в те годы, когда он был инженером Была организована некая группа по изучению реактивного движения Они не просто его изучали, но и пытались сделать какие-то ракеты Позже членами этой группы был и Королевский, и Лужко, и другие Вот, которые, собственно, и создали ракетно-космическую технику в Советском Союзе Начало ракетной техники в таком серьезном виде Было все-таки положено в Германии В Германии, к сожалению, в нацистской Германии И целью разработки этих ракет Ракета Пау-2, я здесь сейчас показываю Которая была создана для бомбардировки Главным образом Лондона И больше тысячи таких ракет были выпущены По Лондону Много людей погибло Но, тем не менее, вот эта ракета была первым практическим воплощением тех людей космического полета Которые до этого предлагались исключительно гереть Вот эта ракета Пау-2, она содержала все эти элементы ракет-носителей Которые мы можем сейчас найти на современных уже ракетах-носителях Работала она, у нее топливо было, кислород и спирт Были у нее устройства управления Принципы работы, которые в значительной мере используются сейчас Вот здесь видно масштабе Это все-таки уже довольно большая ракета И слава богу немцам все-таки не удалось в полной мере применять это оружие Война закончилась И немецкие разработки попали к американцам И попали к советским инженерам Возвращаясь к центру, надо сказать, что в СССР ракеты к тому времени К моменту начала Второй мировой войны делали Запускали и довольно успешно Но это были небольшие ракеты И что здесь тоже, наверное, следует отметить С самого начала Вот эта ракетная техника предназначалась для мирного использования Солковский, но он в значительной мере Философские идеи превратить в практику Нашлись люди, которые могли Инженеры, Крадова мы знаем, Луско Но в послевоенное время Бывшие союзники, я имею ввиду Соединенные Штаты Америки Из партнеров превратились в противоборствующую сторону Вот такое противоборство проявилось в разработке страшного оружия Ядерную бомбу Первыми такую ядерную бомбу, как мы все знаем, применили американцы В войне с СССР в поле Здесь нужно было как-то поддерживать паритет Поэтому разработки этого ядерного оружия Они учились в Советском Союзе И здесь стала довольно серьезная проблема В Советском Союзе для доставки вот такого страшного оружия Была разработана так называемая «Синерка» И это была разработка, которая уже не базировалась на каких-то предшествующих разработках германии Была полностью своя разработка Вот я показываю эту ракету В том виде, в каком она была разработана для доставки ядерных зарядов Целем на территории противника С точки зрения инженерной Здесь очень много совершенно выдающихся инженеров Предложено и реализовано Ну вот здесь видите проекцию сбоку И вот проекция, если смотреть сзади Если вы посмотрите, там видно вот то, что красное Это сопло двигателя И можно увидеть, что здесь, если посчитать 32 камеры, ну и 35, можно так сказать Потому что создать камеры, которые могли бы поднять вот такую ракету А ее стартовый вес был почти 200 тонн 280 тонн, да? С тем, чтобы вывести на пулистическую траекторию Примерно 5,5-4 тонны полезного в кавычках груза Да, вот такая большая ракета была Очень большая смелость решится вот на реализацию такой идеи Были сильные люди, дающиеся инженера Королеву Тушко Которые смогли доказать, что да, это возможно Доказать не просто наставок, а они сделали Там было много и других решений Я вот какую проблему имею в виду Дело в том, что Ну, одной ступенью не получается Доставить полезную нагрузку Вот на такое расстояние, там, 8 тысяч тонн Значит, нужно две ступени По крайней мере Но если вы делаете две ступени Вам неизбежно нужно запускать двигатель В невесомости и в густоте И это, решить эту проблему было очень трудно Как последующий, как казалось Поэтому было предложено и первую, и вторую ступень Запускать одновременно на Земле Тогда эта проблема оказывается решена Еще одна проблема была Это проблема Произделения ступени Здесь тоже было предложено очень такой Необычный вариант Первую ступень фактически Делали в виде таких боковых блоков Их было легко Отделить Легко они могли взаимодействовать С первой ступенью Это вот центральной Вначале работают все вот эти 32 двигателя Потом, когда топливо выработано В этих боковых блоках Они отделяются дальше Разгон полезной нагрузки Продолжает вот этот самый Центральный блок Это было совершенно необычное решение Но они просто поражают инженеров Которые вот слышат об этом Впервые Первое впечатление, что это сделать Невозможно А если и будет сделано То работать все равно надежно не будет Ну, оказалось, что вот эта ракета Она была впервые успешно Испытана в 1957 году Ну, конечно, модифицирована Она до сих пор вводит космонавты Сколько лет прошло Более полувека И успешно работает То есть это выдавившись Вот здесь показано Как отделяются Реальный снимок Очень сложное движение Ведь вот Центральный блок Продолжает работать Выключились Штанги, которые соединяли эти блоки Они отпустили Эти блоки Да, заработали Кероустройства Которые удерживаются И под действием Естественных сил Вот это все Раскрывается Сначала Эта часть отходит А потом Отойдет Носовая часть Да И все это делается Без Всякой Специальной Систем управления За счет использования Часто в виде механики Просто Механика И никаких фокусов Просто как Падающий камень По механике Настолько просто Зато вот настолько надежный Вот Ну а здесь я покажу Вот Вид Задеть Как Все это Масштаби Видит Выглядит Что Вот такое количество Двигателей Когда вот Ну Невозможно Надежно Применять Что-нибудь Достанно Хотя бы с одним Пойдет не так Вот здесь было Отработано Настолько Спешно Удачный Настолько В настоящем Времени Вот этих Запусков Было Полторы тысячи Все они Были По надежности Равной Этой ракете В мире Никогда не было Посмотрим Как же Развивалось Все дальше Здесь вот Я покажу Видите Вот этот Самый двигатель Тоже Не вопрос Здесь Его решение Ничего того Что мы сейчас видим Не было Здесь Для этих Четырех Камер Видите Четыре Камеры Еще плюс Две Рулевые Камеры Вот здесь Так называемая Турбонасосная Бригада Топливо Внутри Вот этих Камер Сгорания Оно Горит Давление Меньше давление Первые Вот сейчас Примерно 200 атмосфер И температура Там 3000 градусов Представляете Как Трудно Воплотить Жизнь Это было Сделано Ну и нужно Туда подавать Горючий Окислитель И Насос Для того Чтобы подавать Как сделать Насос Вот Здесь Это делают С помощью Вот этого Турбонасосного Агрегата То есть Здесь Есть Турбины Которые Работают За счет Тех же Компонентов Что и Основные Двигатели И Есть Насос Которые Подают Вот этот Самый Горючий Окислитель Камеры Сгорают Ну Для того Чтобы вы Себе Представили Что Это Не просто Какой-то Насос Которому Привыкли На дачу Насос Да А вот Для таких Устройств Для Вот этого Двигателя Я По-видимому Не смогу Точно Сказать Мощность Этого Насоса Но Вот Для Более Поздних Уже Работок Здесь Я Могу Частое Сказать О Более Поздней Ракете Насетели Протон Да Там Мощность Вот этих Насосов Примерно Больше Да 40 тысяч Лошадиных сил Писать Только На Насос Такая Мощность Да То есть Это Представление Я Напомню Это В 57 году Уже Ракета Улетела Сработка Была Да И Преодолеть Сопротивление Консервативных Вообще Видели Здесь Очень Осторожно Это Была Сверх Задача После Преодолеть Ну Как Вообще Говоря Стандартное Сопротивление Консервативной Части Инженерного Корпуса Здесь Есть Еще Одна Проблема Которая Тоже Была Оригинально И Успешно Решена Здесь Показана Это Ракета На Стартовом Столе Это Тоже Такое Циклопическое Устройство Для того Чтобы Понять Что Какого Размера Эта Строфия Здесь Видите Обычно Часть Поиска Вагона Выглядит Маленьким Все Ракета Вот Но Что Здесь Еще Замечательное Здесь В действительности Была Довольно Серьезная Проблема Как Разместить На Стартовом Столе Эту Ракету Она Вращена Ни То Не То Не После Эта Ракета Подвешивает Специальных Мачтах Далеков Здесь Плохо Видно Она Висит Она Не Стоит Как Все Остальные То И После А Висит Да И Это Тоже Не Очень Такое Просто Решение Я Могу Сказать Скажем Как Американцы Эту Проблему Решают Дело В том Что Если Вы Хотите Сделать Легкую Конструкцию То Тогда Приходится Делать Баки Конкостенными Если Делать Конкостенными То Такие Устройства Они Плохо Выдерживают Силы Сжатия Теряют Силы Сжатия Здесь Они Очень Не Приятны А здесь Силы Распишения Да То есть Когда Подвешены Ракета То есть Вот Это Еще Одна Очень Интересная Мысль Преодоление Проблемы Источности Конструкции Здесь Дальше Давайте Я вам Покажу Вот Эта Серия Всех Модификаций Сыщего Варианта Баллистической Ракеты Можно Было Увидеть Что Путь К тому Что Мы Видим Сейчас Он Был Ну Такой Что Ли Прямой Здесь Были Некие Ветвления Вот Это Одно Из Ветвлений В сторону Военную Что Но Тем не Не менее С самого Начала Разработчики Понимали Что Вот Это Военное Применение Это В общем Здесь В каком Смысле Вторично А главное Главное Все-таки Люди Человек В космической Простанции Все Эту Мысль В самом Начало Держали Себя Все Помнили Золковского И Эту Мысль Как Первый Шаг Была Упущена В Жизнь Запуском Первого Спутника Земли Вот Здесь То есть Этот Запуск Был Полистической Ракеты Там Вместо Ядерного Заряда Вот Такой Небольшой Спутник С Антономии Был Несчитан Под Дело Это Люди Были В основном С Того Что Советское Время Завали Шарашками Это Люди Которые Были В заключении Как Королев И Лужков И Сидели Они По 58 Статье Диаметр Спутника Приходится Скоро Запуск Человека В космическое Пространство Я Чуть-чуть Здесь Остановлюсь На Еще Одной Проблеме Которая Была Очень Изящна Здесь Такая Ферма Приходная Между Второй Ступенью И Третьей Ступенью Здесь Такая Ферма Двигатель И Здесь Начинается Бак Для того Чтобы Запустить Двигатель В невесомости Нужно В его Баках Разделить Газы И Жидкость Для этого Нужно Создать Пригруз Пригрузка Это То Что Мы Чувствуем Когда Мы Ходим Чувствуем Которая Равна Один Одному Или Одному Ж Как Говорят И Если Выключить Ступень Двигатель Этой Ступени То Тогда Перегрузка Станет Ноль Мы Не Сможем Допустить Следующие Ступени Потому Что Газы И Жидкость Смешались Если Вы Попробуйте Эту Смесь Подавать Двигатель Он Зарвется Зарвется Вот То есть Нужно Как И Делать Сделали Что Вот Какое Устройство Устройство Которое Позволяет Газом Следующей Ступени Беспрепятственно Выходить Из Меж Из Пространства Между Ступеней Вот Эта Герма Как раз Есть Устройство То есть Здесь Запускается В Это Ступень В То Время Когда Еще Продолжает Работать И Таким Разом Перегрузка Сохраняется Эту Проблему Решили Очень Простой Способ Если бы Пошли По Другому Пути То Это Наверное Сдержало Продвижение Этитной Техники На Несколько Ленда Но Простое Решение Оказалось Очень И Благодаря Этому Решению С помощью Этой Ступени Впервые Был Запущен Аппарат Куни Вот Луна 1 В 59 Году То есть Это Очень Быстро В 57 Году Первый Спутник В 59 Уже Аппарат К Луне Вот Ну Первый Аппарат Он Не имел Своей Задачи Свершить Посадку На Луну Но По крайней Мере Удалось Достичь Луны И По пути Повести Измерения Параметров Межзвездной Меж Межпланетной Среди В окрестности Солнца Это Тоже было Такое первое В мире Стижение Вот Здесь я показываю Вот эту самую Ступень Которая позволила Это сделать Что здесь Интересно Интересно Устройство Вот этих Самых Бак Здесь Много Жидкость В тот Момент Когда Только что Вышли из Невесомости Она еще Не представляет Себе Такой Середы Довольно Устойчивой Да И может Там Просто Болтанка Да Такую Болтанку Предотвратить Очень Просто Устанавливать Такие Перегородки Сейчас Это Кажется Таким Естественным Решением В то Время Это Не так Легко Было Понять Как Шаг Здесь Облет Луны С фотографированием Обратной стороны Стороны Этого Никто не видел Обратную Сторону А поскольку Луна Все время Одной стороной Повернута Земле И вторую Сторону Моинериня Но здесь Удалось Развести Эти съемки И передать Этого Это Тоже Было Такое Ну Удающееся Нам Достижение Оно Поосполило Все-таки Ну Во-первых Отбросить Все эти Представления Что там Обратная Стороня Луны Что-то Такое Страшное Ужасное Ну Ракетная Техника Продолжала Развиваться Здесь Я показываю Развитие Тоже Семер Уже К более Такому Сложному Варианту Который Позволял Запускать Двигатели В невесомости Для того Чтобы Понять Насколько Это было Непросто Сейчас Люди Тругать Роскос Такое Работать Вот Раньше Очень Хорошо Работать Сейчас Уже Так вот Сколько Было Неудачных Запусков Подряд Для Для Того Чтобы Удалось Невесомости Запускать Двигатели Будьте Поражены 16 Завтра Неудачно Пока Наконец Научились Запускать Невесомости Ну А После Как Эта Задача Была Решена Стало Возможным Уже Запускать Аппараты С Посадкой Луну Это Было Сделано В Шестом Году Здесь Тоже Много Интересных Решений Впервые Эти Решения Были Сделаны И Одно Из Решений Как Мягко И Надежно Примониться И Очень Простое Решение Было Предложено Сам Аппарат Он Был Помещен В Мячик 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 Он Если Попадает На Поверху Он Просто Пророгает Отпустим Мерно Интересирует Эту Кассику Энергии Когда Эта Энергия Перестанет Мячик Вот Эта Конструкция Отбрасывается Оболочка А внутри Вот уже Такая Конструкция Которая Одновременно Решает Местер Задачи В том числе Задачи Передачи Сигнала Вот это Первое Первое Приземление Ни Было И Для того Чтобы его Реализовать Тоже Конечно Пришлось Совершенно Новые Задачи Решать Потому Что Задача Обеспечить Правильную Ориентацию Когда Вы Тормозитесь Уже Где-то Угруны Почему Трудное Решение Потому Что Нужно Знать Где Право Где Для Этого Нужен Какой-то Датчик Самый Простой Солнечный Солнце Большой Казалось бы Звездные Датчики Будет Действительно Так Но Сделать Сразу Звездные Датчики Это Было Трудно Нужно Было По Одному Солнечному Решение Решение Этой Задачи Насколько Я помню Принимал Участие Будущий Космонавст Кубас Наверное Его Не все Сейчас Уже Помнят Но Гришечка Помнил Он тоже Решал Эту задачу Потому что Они не сразу Стали космонавтами Сначала Они занимались Динамикой Космического Полета И там Решали Эту задачу Которые В общем Не совсем Очевидно Было Как Решить Потому что Из множества Решений Все-таки Нужно было Выбирать То, что Не больше Надежности Как-то Более Китально Исследовать Луну Это стало Возможно Конечно За счет Ну все-таки Некого Усложнения Космического Аппарата И Решение Проблемы Вывода На орбиту Спутника Луны Это Немножко Другая Задача Отличающаяся От посадки Хотя Вообще Говоря Какая Сложнее Посадка Или вывод На орбиту Спутника Посадка Наверное Все-таки Интереснее И Сложнее Тем не менее Отрабатывать Выведение На орбиту Спутника Это тоже Была отдельная Задача Она была Решена В 1956 Году Почти Одновременно С посадкой И это все Делалось С применением Вот той самой Ракеты Семерка Которую Я показывал И Усовершенствование Приемов Которые Или Возможности Маневрирование Космического Аппарата Для решения Этих Задач Оно Было Получено За счет Разработки Более Мощного Носития Вот Здесь Я Показываю Вам Аппарат Который Который Позволил Возвращать Грунт С поверхности Луны То есть Это Аппарат Пилотный Но Фактически У него были Все эти Функции Которые Возлагались На Пилотированный Космический Аппарат Вот Для Запуска Такого Аппарата Который Позволил Вернуть Грунт С поверхности Луны Вот Видите Вот здесь У него пока Спускаемый Аппарат Видите Какой он Маркин Я дальше Еще Его Покажу Вот А Для того Чтобы Вот Этот Спускаемый Аппарат Доставил Грунт С поверхности Луны Вот Видите Всю эту Конструкцию Пришлось Разрабатывать И Обеспечивать Ее Управление И Обеспечивать Старт В сторону Земли Это Конечно Была Отдельная И Непростая Задача И Решить Ее Можно Удалось С помощью Ракет Носителя Протон И Чего Вот Была Разработана Та Семерка Распорт Возь Космодав На Станцию И Обрат Она Была Разработана Для Того Чтобы Ставить Ядерный Ядерный Заряд На Территорию Потенциального Протива Вот Ну И Размеры Этого Ядерного Заряда Они Были Определены Ну Час Но Обсенены Сахарова Сахарова Сказал Вот Нам Нужна Ракета Которая Вот Такой Заряд Но Он Ошибся Он Пристраховал Он Назвал Слишком Большую Массу Вот Этого Ядерного Заряда Он Ошибся Наверное Разом Ба Ну Поэтому Благодаря Сахарова Была Такая Большая Ракета Создана Которая Потом Освоил Запустить Совета В космическом Пространстве Американцы Наверное В этот момент Находились Несколько Впереди Советского Союза И Когда У них Спросили Какой Ядерный Заряд Нужно Доставить На территорию Вероятного Патильника Они Назвали Поменьше Разок Боменьше Поэтому Их Болистические Ракеты Первые Были Ну По своим Возможностям Доставить Какой-то Брос Вывести В космическую Пространство Бесконтинентальная Полистическая Ракета Своим Возможностям Это В общем Она Почти То же Самое Может Доставить Космическую Пространство Правильно Ну Вот Из-за того Что Сахар Ошибся У нас Создана Ракета Которая Позвала Человекам В космическую Американцы Когда захотели Не получилось Началось Специально Разработка Говорят Они Чуть-чуть Отстали Не Встали Света Но Поначалу Света Было Так Протон Сейчас Тоже Но С протоном Стория Пократкая Эту Бомбу Да Силена Стали На Новой Земле Но И Шили Что Это Как-то Слишком Делающая Ракета Для Такой Бомбы Поэтому Можно Сказать С самого Начала Ракета Протона Она Была Ориентирована На Исключение Мирной Земли Вот Это Позволяло Это Сделать Сделать Не Только Для Того Чтобы Посадить Аппарат Не Только Для Чтобы Посадить Но И Для Того Чтобы Бруч Вот Здесь Видите Показан Буровой Механизм Который Там Пробуривал На Поверхности Луны Спажину Доставало В Грунт И Дальше Загружало Грунт Посадочный Аппарат И Посадочный Аппарат Доставлял Это Успешно Здесь Я вам Покажу Несколько Картинок Которые Показывают Насколько Сложно Была Структура Для Чтобы Все Это Реализовать Здесь Показаны На Этой Картинке Предприятия Которые Трудились В Этой Области Видите Они По всему Советскому Союзу И Также Антенны Технические Устройства Которые Обеспечивали Связь С Этими Аппаратами Видите Вот здесь Показаны Монитры То есть Они Всюду По территории Советского Союза Но Территория Советского Союза Конечно Достаточно Для того Чтобы Обеспечить Связь Потому что Земля Вертится И Территория Советского Союза Иногда Смотрит Совсем Другой Сток Для того Чтобы Преодолеть Эту Трудность Были Построены Такие Корабли Как Вот Космонав Гагарин Жуткое Количество Вот Такие Это Был Целый Флот Около 15 Кораблей Которые Можно Было Пригнать Любую Точку Океана С тем Чтобы Любое Время Обеспечить Связь Управление С космическими Аппаратами Ну Главное Размест Аппаратирование Вот Конечно Это Сильно Доргостоящие Занятия И Поэтому С самого Начала Пытались Каким То Образом Все Оптимизировать И Довольно Скоро В Советском Союзе Был Разработан Вот Такой Аппарат Луч Который Вместо Той Целой Флотилии Вот Эти Корабли Завалял Через Космос Вещать Связь Космический Аппарат С наземными Станциями Вот Таких Три Штуки Должен Было Работать Так что Связь Такая Совершенно Беспреботная Тем самым Гарантировалась И И сейчас Тоже Это Используется Хотя Здесь Конечно Еще Работы Много Для того Чтобы Эту Систему Усовершенствовать Американцы То же самое Применяют И Тех же Тех же Целей Так что Вот С космонавтами Вы можете В любой момент Поговорить Где бы они Были Даже Если Потус Сидеть С Меним Вот Здесь Я уже Говорю О тех Временах Которые Отражают Уже Нынешнее Состояние Ракетно-космической Техники И здесь Есть Свои Проблемы Свои Достижения Я Только Что Говорил О том Что Вот Прибольшая Территория У СССР В России Сейчас Но У нее Серьезные Недостатки Серьезные Недостатки Нет ни одной Точки На Эквадре А если Вы хотите Запускать Космические Аппараты Спутники На Эквадериальные Орбиты Назваемые Герса Зонар Что значит Что Вы Запустите Спутник На Эту Орбиту На Высоте Высотом Не Территория С Пешками То Это Спутник Зависит Зависит Над Определенной Точкой Семной Поверхности Да И Это Означает Что Он Может Обеспечивать Связью Постоянно Вот Дикий Район Зависит По Широте Долготы Да Ну По Широте Нет Конечно Тугая Широте Да Но Здесь Важна Долгота И Вот Это Можно Обеспечить Но Дело В том Что Для того Чтобы Запустить Реальную Орбиту Нужно Старт И У нас Нет Поэтому Нам Приходится Поворачивать Орбиту И Вот Здесь Показана Довольно Сложная Схема Как Это Сделать Несколько Маневров Среди них Маневр Поворота Которые Очень Дорого Стоит Из-за Что У 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 Штатов Америки Тоже Если Это Каэп Канавров И Мы Скенниги И Оттуда Не Спускай И На этом Можно Выиграть Ну Чуть Не По Полезной Наборсти То Мы Можем Той же Ракетой Запускать Спутники Чуть Чуть Не Береже Чем С Той же Ракетой Если Она Стартует Где-то Поэтому Европейское Космическое Агентство Оно Заключило Соглашение России О Стартовой Площадке В У Без У 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 Закускается Из Куру Который Почти Но В Основном Это Делается Конечно Для Тех Коммерческих Задач Но Это Много Выгоднее И Этот Космодром Очень Интенсивно Тоже Используется Почти Как Эконом Но Оттуда Сразу Выгоднее Но Над Этой Проблемой Работали Я Не могу Не сказать Очень Интересные Разработки Еще В Советском Союзе Это Морской Старт Это Значит Что Если У Нас Нет Площадки На Эквадре То Мы Площадку Можем Пригнать На Эквадре На Корабли Что Было Сделано Организован Вот Морской Старт И Компания Такая Была Организована Она Успешно Работала Ну Какие-то Медисор Запусков Было И она Ну Это Вот Я говорю Много Выгоднее Секлата В чем Экономра Но В чем Здесь Была Проблема Здесь Первая Ступень Она В общем Изготавливалась Днепропетровскими Юзмашками Ну Днепропетровск Я здесь Буду Не совсем Политариктин Это Территория Которая Сейчас Называется Украина Вот А там Свои Интересы И В результате К сожалению Эта Технология Перестала Применяться Сейчас Все Рассчитывают Что Все Таки Этот Морской Старт Будет Возрожден Делается Новый Носитель Союз 5 Вместо Ранее Применявшегося Синита Ну Просто Если Говорить О Советско-Российской Космонавтики Как говорится С песни Слова Дневопилища Вот Такой Краптор Это Было Очень Интересно Это Хорошее Решение Было Оно В качестве Партнеров В качестве Партнеров Были И Американцы Тоже Партнеров Вот Этой Компанией Вот Так Сейчас Я Перехожу К Следующему Слайду И Показываю Самый Патрон Как выглядит Эта Ракета Это Нана По своим Возможностям Конечно Заметно Превосходит Ту самую Семерку Или Союз Вот Эти носители Их сравнивают По Массе Полезного Груза Которую Они могут Вывести На Низкую Орбиту Вот Если Союз Выводит Примерно Там Около Восьми Тон То Протон Вводит Почти Три Раза Больше Чем Да 23 По Четыре Тон Вот Я напомню Что Начало Это Ракета На Предназначалось До той Самой Супербок Готовный В этом Плане Она Никогда Не модифицировалась Не Дорабатывалась Она В самом Начало Была Переориентирована На Решение Задачи Успешно И Здесь Я Помню Пойдет Тихо Не Пойду В свое Время Когда Решалась Проблема Носителя Для Европейского Аппарата Интеграл Начало Европейские Участники Европейского Космического Агентства Были Приглашены На Завод Хрунчево Где Изготавливали Эти И Тогда Довольно Много Изготавливали Спрос Был Большой В основном Для Запуска Эти Герсонор И Там В цеху Сборочном Одновременно Монтировались Чтоб 15 Большие Ракеты В масштабе Наверное Покажу И Вообще Говорят Специалисты Из Европейского Космического Агентства Они Не Поверили Что Это Возможно Некоторые Даже Подумали Что Это Так Как Средка Обманывают Несколько Они Картонные Летки Даже Постучали По Ракеты Смотрю Что Настоящее Но Мы Длинемся Дальше И Посмотрим Вот Уже На Фотографию Аппарата Я Раньше Показывал Который Мягко Был Высажен На Поверхность Луны Приземлился На Приземлился На Луне Ничего Можно Так Сказать Вот Видите Вот На Вверху Вот Такой Маленький Шарик Вот Он Как Раз И Доставляет Грунт И Доставил На Землю А Теперь Я Вам Скажу Какая Масса Стартовая Утого Протона Это Семьсот Тон Вот А Сколько Доставляется Грунта На Землю Ну Наверное Есть Грамм Скажите Согласение То есть Что Что Чего стоит Доставка Грунта Откуда С Луны Или кто Немножить С Марса Скажите Ну Я Не буду Говорить Сколько Стоит Про то Могу Сказать Примерно Это Такая Секратная Это Около Восьмидесяти Миллионов Долларов Правильная Рыночная Цена Это Примерно Сто Семьдесят Сто Восьмдесят Ну Вот То есть Вот Курска Курска Суна Сколько там Десять грамм Будет Стоить Стоило Примерно Примерно Десять Миллионов Класс Вот Почем Грамм Десять Вот Видите То есть Это Не очень Тешевое Занятие Вот Вот Здесь На следующем Слайде Мы можем Видеть Весь Вот Этот Самый Вернувшийся Скачивый Сменький Вот Абхат Вот Конечно Больше чем Там Несколько Кограмм Но тоже Небольшой Да То есть Наверное Диаметр Диаметра Диаметра Те же 70 благостарными, замечательным образом путешествовал по поверхности Луны. Это был довольно успешный проект. Управлял ходитель сидя на Земле. Это была уже очень простая проблема, хотя казалось бы, ну что там, никакой разницы, но здесь уже заметно сказывался путь сигнала от Земли до Луны обратно. До Луны как вы знаете, там больше 350 кисляторов, как бы это, ну, и скорость и 100 кисляторов обратно. Можно так задерживать. Представьте себе, что вы водитель автомобиля, и вы с такой задержкой управляете автомобиль. Я думаю, что здесь можно почувствовать себя сильно некомфортнее. Вот эти водители этих лунных автомобилей тоже чувствуют себя не вполне комфортно. Это было довольно тяжелое занятие. Сейчас, конечно, здесь сильно провинулись задачи управления, и, в точней мере, этот процесс окружения. Вот смотрите, а теперь я вам показываю вот некий лунный модуль, который был создан в рамках проекта по организации высоты человека, советского человека, но он не, да, а перед этим собирались сделать облету. И вот этот подаппарат, он был создан, как раз для облета Луны возвращения. Вот в автоматическом режиме какие-то четыре аппарата было запущено, но здесь не все, что гладко. Вот из этих запусков всего, наверное, один был полностью спешен, и поэтому как-то не решились из этого человека, тем более, что к этому времени американцы уже восемь. Вот, да. А наш лунный проект, он делался на базе, сейчас я вам показываю, носитель. Носитель N1, да. Картинка, три ступени, я еще покажу какие-то картинки, да, и размеры, вот здесь, по-моему, сколько, 105 метров. Представляете, 105 метров, стартовый вес, ну, почти 30 тонн, 2070 тонн. Вот. Это, конечно, грандиозная совершенно машина, но она сопоставима с аналогичным носителем американцев, сатурн, примерно, держит параметр. Вот. Но вот в американцев это было успешно, а у нас не совсем. Причина, много причин. И начали какой-то мере, мне кажется, начали мере это называемый тот самый человеческий параметр. То есть два главных конструктора как-то сильно не дружили друг с другом, хотя королев пускал. но хакета тоже уникальный собственным параметром. Было четыре неудачных запуска и этот проект закрыли, тем более, что главная цель она в общем как-то уже не могла быть достигнута. Главная цель, если позволю это сказать, все-таки что ни говори, была такая идеологически пропагандистка на тонном дьяволе. Там и концы оказались в кассе вот я здесь подумаю, что мы тоже могли не получиться с его разной причины. Вот здесь та же ракета КН-1 в автографии циклопическое совершенно сооружение здесь приводится параметры старший вес почти 3000 и как еще семерки очень много бегателей там 32 было семерка здесь 30 конечно но зато они вот эти бегатели кстати говоря они самые эффективные и лучшие в мире в интернете бегатели сейчас 5 перекатся уже много лет они хотят отказаться но здесь приводится размер 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 интересная вещь есть вот такие размеры и каждый может спросить а как же ракету таких размеров можно доставить на стартовый пластик как поэтому 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 эту ракету делали на месте то есть в бакануре создали завод прямо там сваривали эти баки вообще грандиозная по затратам была задача на самом деле вот давайте покажу вот как это выглядит смотрите здесь масштаб есть и если сзади смотрите видите вот какие маленькие муравьи с ракетой тут а вот так что этот проект был закрыт тем более впечатляющий что я могу вам сказать вот этот старт 3000 тонн с керосином что там было вот то есть это я к чему говорю все эти занятия они конечно драгостойшие драгостойшие и непростые непростые во всех отношениях в организационном и чистомернерном и в научном здесь приходят пришлось решать много совсем новых задач сейчас конечно нет возможности отказывать об этих задачах но вы знаете я не в порядке каких-то критических высказываний в адрес собственной страны но звучат они слегка критически вот здесь мы видим с вами крокету энергию ворон ну это пока не звучит теоретически наоборот звучит как концентрация никакого достижения вот эта ракета энергия буран она имела примерно те же характеристики что и н-1 она была разработана под проект буран буран это аналогичный шаг и вообще говоря этот проект был полностью успешным то есть буран вместе с ракетой был испытан в беспилотном режиме этот буран успешно после космического полета один виток приземлился на аэротрон специально для этого построен в автоматическом режиме и не просто в автоматическом а в автоматическом режиме не очень постов те кто присутствовали при этой посадке они конечно слегка пришли в состояние ужаса потому что этот аппарат шел на посадку в автоматическом режиме а потом в автоматическом режиме передумал пошел на втором да причем эта техника была еще не цитровая то есть это конечно наверное вверх вы аналогов идите то есть но этот проект тоже был закрыт потому что выяснилось что к этому времени что вообще говоря вот такое решение задач космических полетов используем космическое пространство этот вариант реализованный на шапах сейчас он сейчас оказался попеком здесь можно увидеть вот такой тоже циклопедистическое статус для энергии света пошло впустую ну и конечно возможно пропустить все таки хоть он оказался неудачным пропустить без упоминания советский проект и советские усилия по вот здесь чуть метки была масса выводимая, и экипаж был не 3 человека, а у американцев 2 человека. Но все это было проработано довольно, так сказать, глубоко и до уровня, когда, в общем, такой полет выглядел реализованно. Если бы эти неудачи сына на день, то, может быть, где-нибудь там, на поверхности Луны, была бы организована встреча американских космонавтов и советских космонавтов. Ну, вот видите, это без области «Если бы», но, в принципе, таких серьезных технических препятствий и даже организационных здесь не было видно, и вот в силу того, что таким образом сложились отношения руководителей ракетно-космической промышленности, ну, и в силу других причин, может быть, более объективного характера, значит, вот этот проект так и не был реализован. Но, вы знаете, здесь сейчас снова вернулись к обсуждению очень, например, космической техники, космической, которая связана с применением ядерной энергии. вот. Но был период, я показываю картинку, с указанием ТАП, когда и в земных штатах Америки, и в России, и в СССР зарабатывались ядерные длины, ядерные длины для космического применения. И вот здесь на картинке вы можете увидеть этот ядерный двигатель. Он был разработан и изготовлен на Воронежском заводе, и делают пакетные двигатели, и сейчас делают не ядерный. Но этот двигатель практически был доработан до уровня, когда, ну, вот, ставишь реактор и все используется. То есть, здесь проводились испытания, они, правда, эти испытания всего понятны. Проводились независимо для реактора и независимо для камеры. Но характеристики у него были замечательные, здесь они приводятся на этой картинке. Ну, естественно, что в качестве рабочего тела здесь жуткий кислый подород применялся. Тяга довольно значительная была, ведь почти 4 тонны, это как раз то, что сейчас нужно. Можно сказать, востребовано. Вот. Но здесь довольно тяжелую защиту в организационном пришлось использовать. Вот. Масса поляка в бухту. У американцев был аналогичный двигатель, его название, аббригатора, нерва. И он был закрыт, этот проект, вот, примерно одновременно с советским проектом, российским. Хотя он несколько отставал свои разработки, вот, но они как-то раньше, в смысле, испугались. Испугались, испугались своего детища раньше, чем в советском союзе. Потому что здесь все равно нужно себе отчетливо понимать, что это все припочтение опасности. И, вот, чувство опасности, оно, видите, оно все-таки оказалось здесь превалирующе, да. Здесь, причем, видите, здесь вот указаны даты, 65 и 85, да. Но, вы помните, Чернобыльская авария, 86, то есть, его закрыли, этот проект, еще до Чернобыльской аварии. То есть, уже понимание опасности этих технологий, во время, оно отчетливо скомерло. Но, тем не менее, идеи применения ядерного двигателя, они не умерли. Они в неком преображенном варианте живые сейчас, и на это идет финансирование. Просидится финансирование, немалое. Этим занимаются американцы, как-то, видимо, американцы, может, меньше известно. Но это некий другой вариант ядерного двигателя, который не предполагается использовать на этапе выведения, где-то уже там дальше космическую пространство. То есть, вроде как, это видится как менее опасно. Но, зато, главная идея использования этого двигателя, это, все-таки, применение, применение генетической установки. То есть, здесь есть некий преобразователь такого стандартного типа, то есть, турбина замкнутого цикла, и генератор. Испрабатывать электричество, а дальше тяга создается электроракетным. Это довольно дорогостоящая и трудно реализуемая затея. Я там обратил ваше внимание на массу вот того двигателя, который в давние времена, который был, ну, признанапрасным, совершенно скривидиво. Вот. Давно это, где-то, радиационно, защитяет, но не столько, меньше, в самом деле. Здесь, вот эта вся установка, это порядка 20 тонн. Это, конечно, очень много. Очень много, но, знаете, то есть, до сих пор не решена, она очень такая, с первого взгляда неожиданная. Значит, вот если в том двигателе, который перестали дальше прогрегать, остановили разработку, там ведь проблема спроса тепла, ну, тепловой двигателе, значит, нужно сбрасывать тепло там. Там тепло сбрасывается вместе с топливом. А здесь тепло нужно сбрасывать вместе, так, ищите, ищите, радиатор, ну. И оказывается, что радиатор для такого двигателя, такой чудовищный размер. Вот. Ну, площадь там чуть ли не с футбольной поли. То есть, это выглядит, ну, совершенно нерезумно. Поэтому есть идеи, как же все-таки это преодолеть. Идеи, ну, для такого человека со стороны, вот, например, это выглядит, ну, неким безумным. Вот как, значит, охлаждение водой, как мы привыкли. Эта вода выбрасывается в космическое пространство в виде капелек. Там эти капельки охлаждаются, а дальше эти капельки собирают так, чтобы выкрощать, конечно, вот такая идея. Вот, я покажу картинку. Вот он, видите. Видите, там радиатор и все. И реактор, вот, реактор очень далеко от всего остального. То есть, замечательно, на моем слайде, тем, чтобы как-то снизить уровень радиации. Работа над этим продолжается. Вот наш, в основном, просатор этим занимается. Может быть, они придумают, как собирать капельки. Как-то не все уверены в этом. Основно смиграются, что это удастся. Ну, так, в принципе-то, такое направление выглядит, все-таки, не то, что многообещающее, но есть надежда, что удастся преодолеть, вот, скажем, эту проблему радиатору. Но, может быть, кто-нибудь что-нибудь такое уже придумал, но мы еще об этом не знаем. Но то, что придумано, оно вызывает серьезные сомнения. Вот, вот эти варианты, как это все делается уже вместе с, так сказать, вариантом использования на космическом аппарате. Здесь приводятся характеристики, да, вот, испражающих воображение, это вот масса метона, да. Ну, две тонны, это почти все то, что выводит протон. Я напомню, что там 24 тонны. То есть это протон, если вы захотите использовать его для выведения космического аппарата, то вся масса уйдет на вот эту самую установку. И при том, что тяга у этого устройства всего-навсего 18 метров, ну, то есть 1,8 килограмма, да. Я напомню, что у того двигателя старинного, который отменили, там 4 тонны было, как у нас, в районе. То есть здесь есть одно преимущество, конечно, здесь так называемая удельная тяга, и у меня здесь получается короче. Из-за этого, в основном, вот, и продолжается разработка. Ну, здесь посмотрим, как будут развиваться события. Последнее, что я здесь по этому поводу скажу, это здесь упоминается носитель, который предполагается использовать. Тангар-5 один раз летал. Относитель по своим проектистам это то же самое, что протон. Ну, только много того. Ну, и давайте мы перейдем уже к нашим дням, что же у нас планируется. Я здесь, на самом деле, эту картинку показываю с большим сожалению. Вот, потому что она относится к тем временам, когда, ну, было больше оптимизма. Значит, мы собираемся, как американцы, вернуться на Луну. И вернуться, прежде всего, с помощью автоматических космических аппаратов. Ну, где у нас были достижения, безусловно, в программе. Вот, мы остановились и как-то с неким сожалением, с сожалением по развитию этой программы. И это, к сожалению, немедленно, оно формируется. Как только вы посмотрите слайды, слайды, где показана самая программа, слайд, он, второй слайд. И на этом слайде можно видеть, вот, последовательность реализации полета. И первый полет, это Луна-25, да? Последняя экспедиция автоматов, российская, резкая, да? Резкая, наверное. Но Луна, она была Луной 24-й. Наверное, все кончилось. А теперь решили вернуться. И это есть программа возобновления исследований Луны. Есть в планах Роскосмоса. То есть, вроде бы, все нормально. Самое главное для вот такой космической деятельности попасть в планы Роскосмоса. Это означает, что можно делать аппарат, можно делать приборы, можно планировать всю миссию, да? Вот программа исследований Луны, она попала в планы Роскосмоса. Сказала бы, все хорошо, но, кажется, хорошо, но не очень хорошо. Потому что программа идет с большим отставанием. Вот видите, здесь на слайде Луна 25-й, 2016-й год. А сейчас 2020-й, а мы все еще не вернулись, да? Ну и там все остальное, Луна 26-й, 27-й, все это в рамках вот этой самой программы. Ну, как видите, это все сделалось, ну, по крайней мере, на тех. Мы представляем эволюцию Солнечной системы в целом. И поэтому, чтобы ответить на такие вопросы, на Луну возвращаются и американцы, и мы тоже возвращаемся. Европейская космическая агентство тоже предполагает участвовать в этом. Но знаете, что китайцы начали исследование Луны, и более того, они здесь дальше других продвинулись, потому что они впервые совершили посадку на обратную сторону Луны, и там что-то такое очень интересное измерили. Так что Луна по-прежнему интересна. Но с Луной связаны такие более далеко предыдущие планы. То есть планы эти, они завершаются чем? На самом деле организацией базы на Луне. Ну, об этом заявили американцы. Но я должен вам сказать, что такие планы были еще в Советском Союзе, причем планы в 60-е годы. Планы довольно серьезные. То есть там уже техническая документация подрабатывалась, да, тем, чтобы реально построить вот эти базы. Но в конечном итоге все-таки эти планы как-то не удалось реализовать, потому что все поняли, что это такие исследования слишком дорого стоят. То есть это не под силу было в первую очередь экономики Советского Союзе. Ну, а теперь в новых условиях, вот, кажется, что такие планы возобновимы уже не для отдельно взятой страны, да, а, ну, кооперации. Хотя американцы эту кооперацию еще не построили, но они хотят организовать вот такое совместное исследование и с включением, конечно, и российских возможностей тоже. Вот. Ну, вот тот слайд, который сейчас передо мной, это как раз часть планов возвращения на Луну. Первые две экспедиции, они довольно-таки простые, базируются на, в общем, тех технологиях, которые еще раньше были развиты. Ну, а вот Луна-27, Луна-ресурс, это уже такой довольно серьезный проект, и в этом проекте предполагается возврат образцов грунта на землю, но уже не просто образцов грунта, а образцов грунта таких, которые сохраняют газы на поверхности вот этих образцов. Вот. И предполагается, что вот исследование вот этих образцов, сохранившихся эти газами, поможет все-таки каким-то образом продвинуть наше понимание и вагонные струночки. И это возвращение к Венере, оно, в общем, обещает, если все получится. Очень такие существенные результаты, и эти результаты, прежде всего, касаются все-таки объяснений вот того факта, почему столько похожи во всех отношениях Венера и Земля, на самом деле, оказываются настолько разными. Какие условия на Земле, всем известны. Венера, примерно тех же размеров, что и Земля, ну, ближе к Солнцу, не то, чтобы так сказать, принципиально ближе, но условия там совершенно другие. Как известно, поверхность Венеры, давление под 100 атмосфер, температура под 500 градусов Цельсия, то есть это существенная разница. В Венере, на Венере дует ураганный метр там со скоростью 400 км в час. Ну, еще есть особенности, медленно вращается Венера вообще в другую сторону. То есть много того, что необъяснимо. Состав атмосферы Венеры тоже такой, сильно отвечающийся от того, что мы наблюдаем на Земле. То есть там в основном углекислый газ и много азота, ну, и где там пока, где терная кислота, да, то есть вот такая такая не очень дружелюбная атмосфера Венеры. Но тем интереснее. И поэтому вот там была такая поддержанная государством инициатива ученых все-таки возобновить исследование Венеры. И для того, чтобы результативность была выше, чем это было раньше, да, были приглашены и другие участники. Ну, в том числе американцы, да. Причем американцы после того, как стал что они будут участвовать, они стали даже более деятельность развивать в плане продвижения этого проекта, чем у нас в стране. Вот. Но, к сожалению, видите, как-то сейчас не совсем быстро этот процесс продвигается, но пока работает вот такая общая рабочая группа, которая подготовила состав приборов для исследования общей имидж проекта совершенно очевидно, понятен, да, то есть сценарии, какие требуются таксители, ну, и так далее. То есть этот проект вот или находится на уровне близком к тому, что засуществовало эти воплощения в железе. Ну, посмотрим, насколько финансовая составляющая этого проекта сможет, так сказать, воплотиться в реальные какие-то уже реальные действия, реальные шаги по созданию вот этих соответствующих приборов и разработки космического аппарата. Это можно сказать, что со стороны американцев сделаны такие реальные шаги для того, чтобы это было реализовано. Ну, например, это же серьезная проблема 500 градусов на поверхности, как там могут работать приборы. Но в свое время это вот последняя экспедиция была в 1986 году проблемно решалась струсом. Да, ну, вот Сергей Константинович должен подсказать в близком завершении своего реального существования. со стороны на третьем области, что теплоизоляция позволяла приборам работать ну, чуть ли не три часа после посадки поверхностей и с этого времени должно было провести массу таких ключевых изменений, которые могли понять самое главное, что требуется для того, чтобы построить эволюцию в Венере и вообще разобраться, как же так произошло, как случилось, вот то, что мы сейчас наблюдали. Ну, а после полпошествия вот этих самых трех часов конечно вся аппаратура все подгибала, ну, много или мало я считаю, ну, конечно, мало. Вот, и фармфикации они разработали компоненты приборов, которые работают в этих условиях, то есть ты все с утра сюда это сильно расширяет возможно на самом деле я говорю о проекте полета на Луну, но на самом деле имеется в виду целая программа состоящая из тратичных этапов и последних этапах такие весьма амбициозные предполагают возвращение образцов грунта генера на зиму, да, то есть представьте насколько это такая непростая задача. Тем не менее это в первых таких штихах проработано, то есть показано, да, что это возможно может в такой двухпредельной схеме, но это возможно. И это не на первой фазе, на первой фазе затоплено интересное исследование. Вот до сих пор как-то принято ожидать и считать, что если искать жизнь, то нужно искать ее на Марсе. на самом деле сейчас аппарат, который находится на орбите спутника Марса, это аппарат, разработанный Европейским космическим агентством и запущенный космосом НПО Лавчкина в этом приняло участие. и на самом деле на самопарате примерно половина научных приборов она разработана, изготовлена в России, то есть в Академии наук. И они успешно работают, эти приборы на орбите спутника Марса. и главная задача действительно поиск признаков ее бывшей жизни, или, может быть, существующей жизни. Этим летом туда должен был отправиться второй аппарат уже с целью посетить на поверхность Марса. Но вот в связи с этими событиями эпидемии пришлось перенести этот запуск, он должен был в конце июля, начале августа перенести на два года. Почему на два года? Потому что окна запуска Марса, они встречаются раз в два года, даже раз в два года примерно так. Вот такие планы. Но возвращаясь к Венере, я начал говорить, что на Марсе искали. Так вот, сейчас очень многие исследователи полагают, что большая вероятность найти эту Марс на этой недружелюбной Венере. Ну вот, я уже сказал, как это у нее атмосфера, но тем не менее, в высоте своих атмосфер Венера там есть эти облака с серной кислотой, где, как предполагают космобиологи, может быть, жизнь. И вот среди приборов, которые уже разрабатываются для этого венерианского проекта, есть приборы, которые непосредственно могут установить есть там жизнь или ее нет в облаках. Ну, естественно, ожидается, что это такая, ну, примитивная, что ли, жизнь, ну, как примитивная, ну, некровная, да? вот, как уж приборы, ну, там, разные подходы, свиньи, такой, вроде бы, очень понятный, да? То есть, что-то вроде микроскопа, да? То есть, посмотреть какие-то образцы атмосферы вот этой, венера, прямо там, да? Вот там, венера, вот в этих облаках, и увидеть под микроскопом, что да, есть там что-то вроде микробной жизни. То есть, это очень интересный проект, но на самом деле все это не на пустом месте. Я вот говорил, что там до 1986 года были экспедиции, ну, с роботами, естественно, экспедиции, да? На Венеру, это в основном были вот советские, и они практически все были успешны, да? То есть, их было ни много, ни мало, чуть ли не 18 месяцев, да? Ну, там, не все были успешны, но первое, знаете, почему были неуспешны? Потому что, ну, нужно, чтобы было как-то сделать какие-то предположения относительно того, что же нас ждет, венера, в частности, какая какая-то атмосфера, 5 ключевых параметров давления и температуры. И он теоретически здесь очень сильно ошиблись, раз в 50, да? То есть, никто не ожидал, что там давление будет столь высокой, там, почти 100 атмосфер. Поэтому первый аппарат был просто, вполне он успешно долетел, начал движение в атмосфере, но был раздавлен в этой атмосфере, да? Вот. Ну, после того, как все это в этом разобрались, дальше уже делали аппараты, которые выдерживали это давление. Но результаты были, конечно, они такие поражающие воображения, никто до вот этих миссий советских не предполагал, что там вот такие условия. Возникает вопрос, а что же нового сейчас? Ну, можем узнать, если вот такую экспедицию удастся организовать, сейчас вот такой в процессе организации, я уже сказал. Но дело в том, что за это время наука как-то не стояла на месте, и возможности приборов, они сильно-сильно расширились, то есть и тучность их, и чувствительность, в общем, то, что раньше с помощью приборов того поколения, вот в 80-х годах невозможно было измерить, и это возможно. Ну, и вот я уже сказал, американцы, которые участники этого проекта совместно с Россией, они тоже свою важную лепту вносят, и у них такие свои отделяемые аппараты будут на поверхности Венеры, которые будут долго жить, да, и будем надеяться, что этот проект, он как-то реализуется, и где-нибудь там быть может, ну, если не через 5 лет, то через лет 8-10 ну, там оценивается, наш аппарат будет работать где-то в атмосфере Венеры и на ее поверхности, да, то есть это вот если говорить о планах. Но здесь на слайдах приведены фотографии вот тех старых аппаратов 86-го года. В 86-м году был замечательный реализован проект совместно с Европейским Меченским агентством. Проект Венера Галей, когда был спускаемый аппарат, который вошел в атмосферу Венеры и поверхность провел измерения, был атмосферный зонд, который плавал в атмосфере ну, это что-то вроде такого позонтного шара в атмосфере Венеры и проводил измерения и тогда впервые удалось измерить скорость лета и более точный состав атмосферы и так далее. Пролетный аппарат полетел дальше к Венегере комитет Галия и на пролетной траектории провел очень успешное наблюдение, фотографии были сделаны и делалось это вместе с европейским аппаратом Джотта. Там совместно скоординированы все эти измерения были сделаны и там очень был интересный эксперимент связанных с кооперацией в части управления движением вот этих аппаратов европейского Джотта и советского ВЕГА, который закончился успешно за счет таких совместных измерений удалось чуть не в 10 раз повысить точность определения орбиты и того и другого аппарата ну что был особенно важен аппарат Джотта европейского без участия России в этом эксперименте конечно с такой точностью не удалось бы приблизиться к ядру кометы Галлея ну и соответственно провести исследование так что это вот такой пример исключительно успешного сотрудничества ну вот если говорить о экспериментах совсем последних лет то очень интересным завершился в прошлом году был эксперимент радиостром когда на высоколептическую орбиту спутника Земли был выведен аппарат снабженный развертывающейся антенной диаметром 10 метров вот и был построен таким образом радиотелескоп который мог независимо проводить исследования радио по зоне но самое интересное вот эти исследования можно было проводить во взаимодействии с наземными телескопами и тогда получался эффект радиоинтерферометра ну что это за эффект вот этот аппарат радиостром он летая на высоколептической орбите имел высоту апогея порядка там 340 тысяч километров и если он работал он работал вместе в согласованном режиме с телескопом на Земле то это эквивалентно соответствующему увеличению диаметра телескопа да представьте вот за счет вот такой такого приема это было все равно что построить телескоп ну размером 350 тысяч километров да соответственно возрастает разрешение да то есть вот какой минимальный по угловым размерам объект может быть с сером вот телескопом здесь были свои трудности вот которые преодолевались и преодолеваются вот сейчас при обработке но это был совершенно уникальный проект вот и сейчас в области астрофизики можно сказать проект да и сейчас в полете находится замечательный рентгеновский телескоп российский это спектр рентген гамма на котором есть два рентгеновских телескопа один российский другой немецкий вот он этот аппарат был запущен в июле прошлого года то есть уже скоро вот как работает и работает успешно то есть вот физики которые обрабатывают информацию получаем в этом рентгеновском диапазоне они просто от сеанса к сеансу когда вот нам сбрасываются эти измерения они все с нетерпением ждут ну вот что еще какие-то измерения значит приведут к тому что представление о рентгеновской части излучения галактика да они приведут к неким совершенно революционным изменения в представлениях на наших представлениях вообще о вселенной все и вот те измерения которые поступают они позволяют на это надеяться а вообще-то такая что ли рутинная задача у этого аппарата это построить карту неба всего неба если хотите вселенной в рентгеновском диапазоне это будет сделано впервые в мире и сейчас регулярно делать каждый каждый день то есть сеансы передачи информации сеанс управления это каждый день это проводится аппарат летает на очень интересной орбите это орбита в окрестности солнца с земной точки ты от солнца на землю то это где-то там полутора миллиона километра позади там что-то похожее на фасоль если строить орбиту то очень интересная орбита в нашей стране она впервые реализована и очень удачно очень успешно это вот такой серьезный и главная часть дальнейшей работы она все еще впереди и поэтому то что уже сейчас получено дает основания считать что дальше будет по крайней мере не хуже это в общем достижение такого там умировало ну так достижения такие каких никому не получить то есть это удач пока тьфу-тьфу находимся в стадии реализации можно сказать как он уже куда-то дальше ушел такой километр измерение ради миллиметровых вон все тоже сильно революционно да это что-то похоже на радиострон но все радиострон это без ну здесь миллиметром а это значит разрешен выше ну в общем здесь тоже что-то все новое в том что это дорогостоящий и его себя в общем как-то сейчас не совсем ясна да потому ну в связи от заключения его финансирования вот на слайдах представим этот миллиметр он выглядит он ну так можно сказать необычно и делать его это означает много нового вот чисто технологиях в этом плане он выглядит в каком-то смысле конкурентом ныне самого такого дорогого американского проекта Джеймс Вебс по стериску да дорогого это что значит могу сказать в какую какую сумму он сейчас обходится американскому новому платежу примерно 11-12 миллиардов долларов его запустят через полтора два года это конечно серьезное обещает серьезное достижение по-строфизике если говорить просто о достижениях последних лет и космической промышленности да здесь конечно нельзя обойти вниманием все-таки вот запуск ангара он был нового носителя характеристик он по у нее у этой ракеты они такие же как у ТОА но зато компания топлива здесь не такие неприятные как у прогноза прогнозы это нефтесиметрический диметилгидрозин и азотный титроксид очень ядовит а вот у ангары они такие вполне экологичные кислород с керосином и может быть у последней ступени будет кислород с водородом так что вот здесь как-то мы ждем что события будут развиваться ну по крайней мере так как запланировано ну и конечно если говорить о последних днях вот я уже знал этот проект экзомарс вот сейчас на орбите спутника Марса летает аппарат экзомарс где половина приборов российские и их результаты замечательные здесь ведь на самом деле на Марсе этот аппарат не одинок там функционирует американский аппарат и самая задача ну так есть жизнь на Марсе если жизнь на Марсе определяется обнаружен метан ну вот из метана здесь немножко разнобой между результатами американским и результатами российско-европейским так то есть вот американцы было что-то обнаружили на экзомарсе это как-то не удалось подтвердить возникли жаркие споры между экстремитаторами они пришли к выводу что Марс такая специфическая планета что там откуда-то из подпочленных слоев то выходит метан и он рассеивается очень быстро да то там долгого его нет поэтому значит вот его и не обнаружил не обнаружили приборы ни российские ни европейские но в общем это как раз усиливает интерес вот к тем экспериментам которые проводятся на экзомарсе вот очень жаль что такие глобальные события как пандемия заставили перенести запуск на 2 года но это не означает что проект будет меняться да то есть 2 года придется подождать тогда же к аппарату который находится на поверхности Марса присоединится то есть аппарату который находится на орбите спутника Марса присоединится и аппарат который будет проводить исследования на поверхности. Этот аппарат, он включает в себя платформу. Платформа, она изготовлена, уже изготовлена здесь, в России. Он по имени Лавочкина. А марсоход, это изготовлен на Европейском космическом агентстве. То есть здесь вот такая кооперация очень, очень точная. И я думаю, что эффект вот такой кооперации будет, ну, стоит примерно, по крайней мере, тех усилий, которые на это потрачены. И ожидания наших кинетологов, в общем, каким-то образом оправдаются. Вот. Ну, с Марсом там же, вы знаете, сейчас же большие надежды на Марс. И вообще в несколько более далеком будущем, поскольку там обнаружена вода и в достаточных количествах для того, чтобы серьезно говорить о о том, чтобы каким-то образом эту воду обращать в топливо для для ракистных двигателей, да. Ну, это очень просто. Так, в принципе. Если есть вода, она немедленно с помощью соответствующих устройств, да, известно, да. может быть разложена на пислород и водород. И вот вам уже готовое топливо для ракетных двигателей. Что, в общем, делает наши надежды на пилотируемый на человека к Марсу с возвращением таким более обоснованным. надо сказать, что в процессе реализации вот этого проекта Экзомарса очень важно было все-таки экономить топливо для рабочего тела. И вот на Экзомарсе впервые в мире был применен такой, вроде бы, несложный прием понижения высоты орбиты Марса с помощью радионического торможения. То есть сначала мы выращиваем высоколептическую орбиту, это стоит поток и он не так дорого. А потом, можно сказать, почти задаром за счет торможения атмосферы появили этот аппарат на орбиту, на низкую орбиту спутника Марса. Ну, интересно исследовать Марс все-таки низкую орбиту, они изначально высоколептические. Вот. То есть это, я должен сказать, что в свое время американцы хотели, в свое время это уже было довольно давно, наверное, 15 назад, сделать примерно то же самое, а у них не получилось по очень такой курьезной причине. Дело в том, что в этом проекте, который не удачным оказался, участвовали люди из Соединенных Штатов, из Великобритании, и если говорить наверное более точно, здесь важно не то, что из Великобритании, а вот из Европы, да, из Штатовской группы, и те и другие организации, они использовали для измерения величину разные разные меры, да, то есть американцы, они привыкли в Штатах, но в Европе все-таки здесь более продвинуто, как-то неудивительно, в метрах, и вот при выдаче тормозного импульса на переход на орбиту спутника у Марса, тормозной импульс был почти-то неправильно, потому что в одной организации считали, что это метр, это было в Европе, а американцы, что это футы, вот из-за этого аппарат из-за того, чтобы выйти на орбиту спутника, врезался в Марс, вот такой курьез, простейшая ошибка, несогласованность, ну вот, слава Богу, в нашем случае за Марсом таких и других ошибок не было, сейчас этот аппарат успешно функционирует на орбите на орбите спутника спутника Марса, вот, в ожидании, что вот уже получается через два с лишним даже больше, да, там же еще летит, но почти через три года к нему присоединится аппарат, который будет работать на поверхности Марса. Может быть, тогда мы получим наконец ответ так, есть или была ли жизнь на Марсе, или это все так, ошибки теоретиков. Ну вот, так что вот на этом я бы, наверное, завершил свой рассказ об истории космонавтики в России, хотя, конечно, этим история не заканчивается, только продолжается, да, здесь, мне кажется, наиболее интересный проект, это вот все-таки проект исследования Венеры, и все больше и больше исследователей разделяет ту точку зрения, что правильнее или перспективнее искать жизнь не на Марсе, а на Венере в облаках. Вот, собственно, я бы завершил свой рассказ. Спасибо. Спасибо вам.